всем привет настало лето обратил внимание что вроде прогревов стало меньше а расход увеличился обращаю внимание первые два столбика это вот когда расход увеличился я соответственно попробовал проехать третий столбик это без кондиционера расход уменьшился и существенно опять включил кондиционер 4 столбик расход вырос вот я прикинул думаю ну наверно надо помыть радиаторы вот как я мыл радиатор я вот отсюда шлангом подлазил вымывал пытался в обратную сторону отсюда пробовал давлением промыть радиаторы через решетку вот это промывал но я так понимаю что всю грязь которую я промывал она там между радиатором кондиционера и радиатором двигателя она там по оставалась и вот последний столбик 7 литров это с кондиционером но после вот такой вот промывки перчо будем делать будем разбирать вот эту панель снимать пластиковую потом снимать металлическую доберемся до бутерброда радиаторов двигателя кондиционера инвертора раздвинем их посмотрим что там какие ошметки грязи остались пыли и тому подобное между радиаторами попробуем их вымыть для того чтобы качественно помыть радиатор их вообще надо снять и помыть по-человечески но снимать снимать радиатор обычно еще ладно а вот радиатор кондиционера это связано с заправками поэтому будем мыть их на месте но чтобы до них добраться надо снимать вот эту пластиковую защиту для начала она держится на раз два три клипсы затем нам понадобится отсоединить клипсы раз два три 4 5 но с той стороны также раз два три не имела смысл вот эту вот заклепку снимать потому что держалась она вот на бампер держался вот на вот это 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 можно было не трогать вот эту можно было не трогать заклепку открутить вот этот вот болт у нас это двинется бампер открутить вот этот болт на 12 головка открутить вот эти вот раз два три кронштейн инвертора открутить вот этот вот болт крепления вот этой рамки здесь находится еще один болт его будет потом видно ну и аналогично с этой стороны раз два три клипсы 1 болт там два болт на 12 болт гол подголовку на 12 восьмерка там резьба и вот этот вот у нас отодвинется вот этот вот бампер потом нам надо будет снять тросик капота можем его сразу снять отсоединить тоже он чтобы он не мешался вытащить вот эту вот планку отсоединить сигналы у нас вот эта планка полностью снимется металлическая очень неудобные вот эти вот болтики сейчас попробую сфокусировать вот тут он находится вот она их приходится крутить вот такой трещоткой потому что по-другому туда нормально не залезешь сейчас их открутим они с двух сторон вот что тут сигналы отсоединяем сразу провода снимаем чтоб потом было удобней теперь что делаем после снятия этой планки убираем вот эту трубочку значит дальше что требуется чтобы снять вот эту вот пластмассовую защиту надо открутить вот тут раз на 10 тут 2 на 10 головкой откручивается болтики вот такая вот между радиаторами обращаю внимание я здесь мыл более того вчера мы здесь пытались продуть еще компрессором вот такой сранью типа тополинный пух бла-бла-бла и тому подобное и так вот так снимем вот такой вот сранью забит радиатор если присмотримся глубже увидим еще такую же срань так вот когда без разбора мы моем радиатор пытаемся его промыть отсюда отсюда мы только загоняем весь этот мусор весь этот хлам пыль грязь между радиаторами ничего хорошего от этого не получает по расходу топлива это прекрасно видно был расход 5 6 литров увеличился до 5 6 литров а после мойки радиатора вот такой вот просто керхером там шлангом загнал этот мусор внутрь и расход увеличился до 7 литров ну теперь будем мыть откровенно говоря напрашивается идея снять вот этот вот диффузор и с обратной стороны появится офигенный доступ для того чтобы можно было промывать радиатор но так как этот диффузор чтобы его снять приходится слить антифриз вытащить полностью практически радиатор потому что он там пронизанный трубками этот диффузор сейчас посмотрел в интернете все снимают полностью весь радиатор не хочется этого делать что делаем вот этот вот радиатор кондиционера есть возможность приподнять и вытащить его со своих мест насиженных вот они черненькое вот там отверстие вставляется радиатор еще эту сторону тоже приподнимаем и чуть-чуть отодвигаем увеличиваем себе доступ между радиаторами уже такой что там рука пролазит здесь конечно можно так вот раздвинуть тоже ну не сильно туда залезешь с обратной стороны когда мы их раздвинули эти радиаторы у нас появляется зазор практически в три пальца берем вот такую насадку на моющий аппарат вот это сопло у меня она рассчитана увеличивать давление для керхера 7 модели но если мы подсоединим его керхеру 7 модели будет давление такое что мы погнем все соты мы вот это сопло этот переходник как обозвать как угодно то есть мы его подключим керхеру k2 самому слабенькому и давление будет через вот такое тоненькое отверстие она будет увеличенная но не сильно зато удобно она прекрасно залазит даже с зазором между радиаторами чтобы их промыть варианты чистки следующие вот такой ёршик у меня есть еще лучше если это будет ёршик для детских бутылочек которые тоже на длинной ручке позволяет вот так вот большинство всякого пуха не по счистить не повреждая сотых радиатора то есть верхний слой этого пуха можно уже и так чистить вот он остается здесь либо падает вниз можно взять вот такую щеточку с натуральным ворсом она мягкая ей вообще но она без удлинителя поэтому глубоко ей особо не залезешь но зато мягкий ворс позволяет вычистить его не боясь за соты ну и соответственно потом керхером мыть щеточкой керхером я все равно буду но в процессе подготовки мне пришла мысль что если вот так аккуратненько одеть шланг внутрь продеть проволочку изогнуть под 90 градусов этот шланг так чтобы можно было дуть сбоку и появляется возможность просунуть уже даже но сейчас одной рукой не получится но раздвигается снимать я имею да не получится раздвигается одной рукой кожух вентилятора и радиатор между ними пролазит хорошо уже вот это вот продувочная конструкция и попробовать ей повыду как видите она прекрасно выдувает сейчас попробую вот так просунуть силиконовой трубочкой не гнет соты а воздух в принципе хорошо выдувает не хуже воды то есть в принципе прекрасно можно подуть радиатор воздухом сначала куда же без скотча вот скотчем примотал кусок арматуры так чтоб можно было как можно глубже залезть и почистить для удобства работы берем пару кусочков пенопласта вставляем их между радиаторами раздвигаем нас уже свободный доступ между ними лазить поверхностно чистили щеточкой продули немножко компрессором сейчас еще разок дунем компрессором и приступим к тому чтобы чистить водичкой вот в такой вот конфигурации то есть керхер к 2 а насадка увеличивающая давление для керхера к 7 нас получается примерно вот такой вот факел то есть это сейчас просто под давлением идет вода под своим сейчас попробую зафиксировать кнопку включаем керхер он у меня старенький плохо работает то есть в принципе в принципе с таким давлением соты не гнет я то уже попробовал вот верхние ряды начал проходить их не гнет хоть с расстояния в сантиметр в два хоть вплотную проходит это давление но вплотную думаю не стоит лишний раз рисковать потому что если керхер двери не керхера вода встанет под давлением него так вот а чуть-чуть вот так может конечно и загнуть соты главное держать его ровно то есть чтобы напор воды не был в диагональ вот так вот выглядит радиатор когда он помыт сейчас попробую приближенном варианте снять соты но мне этого мало и я решил развести пену для ручной мойки нанести и все-таки немножко еще помыть раз уж я сюда забрался скажем так особой грязи в вытекающей в воде я не заметил после пены моющей как бы и особо чище он немножко стал чище визуально но не на не намного напоминаю подписки лайки комментарии приветствуются а еще лучше перейти по ссылке подписаться на мой дзен канал там больше видео и про привус и про другие машины вот так что переходим по ссылочке в описании подписываемся на дзен особенно это касается тех кому надоело что youtube тормозит последнее время вот прежде чем собирать обратно я решил простелить вот так вот полиэтилен соответственно вытаскивать вот этот пенопласт придвинуть радиатор кондиционера и попробовать его продуть с этой стороны в направлении как он должен воздух проходить то есть спереди спереди назад сейчас вставим пробуем продуть сколько там мусора повыдувает или не повыдувает промыл я в обратную сторону пленку вытащил ничего на ней грязи нету ну то ли она смылась то ли внизу тут тоже особой грязи нету под пленкой считаю что повторно промывать особого смысла не было но лучше перестраховаться перед сборкой обратно для начала продуть радиатор чтобы выдуть из них всю воду вот чтобы когда включится вентиляторы вода не полетела по всему подкапотному пространству на все разъемы не было ну и потом уже собирать радиаторы и фишки все в обратном порядке устанавливая вот эту вот панель на место обращаю внимание что она ставится за вот это ухо здесь и за вот это ухо здесь то есть не вот так вот когда ухо в нее входит а вот так чтобы она сюда торчала то есть вот это ухо должно быть вот здесь вот это вот здесь они под ней потому что потом вы не сможете вот эти кронштейны поставить не забываем подсоединить сигналы у меня сигналы выведены вместо штатных вот эти их здесь удобно подсоединять если у вас штатные вот эти сигналы то их где нет где-то там внизу вон он один вот он один тут 2 их подсоединять очень будет неудобно когда бампер будет уже стоять на месте поэтому подсоединяем сигналы выводим вот эти уши сюда и потом дальше собираем то что касается разборки сборки мойки радиатора в принципе все дальше видео будет только результат с точки зрения я тут немножко поезжу поезжу и добавлю насколько поменялись показатели расхода топлива в принципе все собрано как-то так расход по городу получается выходной день без кондиционера сейчас попробуем проехать еще с кондиционером обращу внимание сейчас переключу вот вот 119 километров было с расходом 7 литров и 21 километр я проехал с расходом два с половиной литра вот они дальше посмотрим как будет сейчас попробуем теперь еще с кондиционером покататься вот такой вот расход получился ну практически за 10 километров это с включенным кондиционером и это с учетом того что я в пробочку попал я вставочку сделаю какой был расход с включенным кондиционером до того как я в пробку попал я если честно был в шоке я еще меньше расход показывала километров 5 пробега было я попал в пробку простоял в пробке успел аккумулятор разрядиться успел заново зарядиться аккумулятор вот в этой пробке расход увеличился литров до 5 там 49 было потом выбрался с пробки потихонечку поехал и расход упал вот до 37 еще прокачусь посмотрю то тут получится километрах на 20 если так чтобы проехать и сравнивать ведь вчера я проехал все-таки 20 километров и посмотрим что покажет расход итак на улице у нас сейчас 33 градуса кондиционер включен проехал я 22 километра в итоге получилось 3 3 литра на 100 километров средняя скорость 25 километров в час обращаю внимание что это суббота в краснодаре просто проводить какие-либо эксперименты в будний день в краснодаре но только разве что по максимальному расходу потому что у нас даже в субботу пробки есть вот так что вполне реально если помыть радиатор добиться экономии у кого какой это уже нюансы вот так что пробуем сейчас я буквально минуту-две простоял пока записываю это видео средняя скорость уже упала до 24 километров в час то есть если пищу где-нибудь пробочку остановился но еще упала бы средняя скорость а так вот разница грубо говоря 0 8 литра из-за включенного кондиционера как-то так так Продолжение следует...